Очень похожая идея на то, что мы сейчас делали, задача о том, как записываются целые числа в компьютере. Ну, а вы все знаете, что в компьютере вообще-то используются нули и единицы, правильно? Это знаете? Есть по понятию двоичный код. Кстати, код, который я сегодня вам рассказывал, вот этот умолновешенный, троичный, между прочим, пытались применить для компьютера, а именно в Москве Сетунь. Если кто-нибудь знает географию Москвы, Сетунь – это речка, которая здесь довольно недалеко протекает. Кто знает, что такое Сунц, что такое школа интеллектуал? Может быть, знаете это место? О, замечательно. Это метро Славянский бульвар, да? Там Домит, как его называется этот район. Более-менее понимаете? Это не так далеко от того, где мы сейчас находимся. Ставить через Сетунь. И в самом начале компьютера, возникла идея, а давайте попытаемся внутри компьютера устроить не двоичные сигналы, а троичные. Это же даст нам возможность побольше информации передавать, и может быть выгодой за счет этого быстродействия как-то лучше. Это было сделано. То есть действительно создали компьютеры, работающие в троичной системе счисления, вот в этой самой равновешенной троичной системе. Однако дальше выяснилась такая штука. Электронщикам, которые создают, собственно, физически все эти устройства, им легче сделать очень просто устроенные маленькие элементы в большом количестве, чем хоть сколько-нибудь сложно устроенные. То есть выяснилось, что лучше очень много, примерно одинаковых, маленьких, чем пытаться, чтобы каждый элемент и что-то такое делал. Понятно, что когда компьютеры возникали, это было совершенно не ясно, а вот когда поэкспериментировали, это стало понятно. Так что эта версия была объявлена, что это неправильный. Но, между прочим, в технике огромное количество достижений объявляются, что называется, неправильными. Например, все знают, что электромобили были вообще-то изобретены больше ста лет назад. Знаете, этот факт? Когда возникали автомобили, то совершенно непонятно было, на чем они будут ездить. И идея, что полезно ездить на бензине, сначала была совершенно неочевидной. Почему бы не поставить электрическую батарейку? Но выяснилось, что эта самая батарейка, она каких-то чудовищных размеров. В те времена аккумуляторы были очень небольшой мощности. И, соответственно, такие автомобили, что называется, на большие расстояния ездить никак не могли. Сейчас идея электромобиля переживает, что называется, второе рождение. Выяснилось, что современные батареи можно делать гораздо меньше, чем тогда. Но, между прочим, устройство, на котором было большими буквами написано, это электробус. Он не требует проводов, он ездит сам. Так вот, этот сам электробус стоял на остановке, мигал своими лампочками и никуда ехать не мог. Никуда он не заряжался. Он ждал, когда подъедет настоящий автомобиль, чтобы его отвезти. Потому что сейчас все еще есть большая проблема с батареями. Понимаете, они еще не настолько маленькие, они еще не настолько вместительные в смысле заряда, чтобы сейчас это уверенно работало. И особенно еще у батареи есть такая страшная проблема. Они быстро разряжаются, когда холодно. Может быть, знаете этот эффект? Если взять мобильный телефон, где его число, понятно, да? В компьютере записывают целые, внимание, отрицательные числа. Каким образом компьютер складывает числа, каким образом он их вычитает. Внимание, я не говорю о числах троповых. Пользоваться двоичной системой или троичной? Двоичной. Потому что идея компьютера с сетой не сработала. Будем пользоваться двоичной системой. То есть бывают нолики и единицы. Никаких других цифр не бывает. Отлично. Так, на самом деле, конечно, целые числа хранятся по-разному, потому что в разных ситуациях бывают важные целые числа до... Ну вот, например, бывают ситуации, когда вам нужны не очень большие целые числа. В таком случае на запись такого целого числа отдается один байт. Байт – это что? Восемь бит. А бит – это та самая ноль или один, да? Та самая двоичная цифра. Конечно, можно отдавать на запись числа не один байт, а, скажем, два байта. Вообще, в компьютерах удобно работать с целым числом байт, потому что, ребята, там же одна из проблем, что память, она большая по размеру. И, понимаете, если вы будете адресоваться к отдельным битикам, то это крайне непроизводительно. Лучше, ну, как бы, лучше пользоваться какими-то большими единицами, потому что по одному битику что-нибудь замучишься к памяти обращаться. Замечательно. Итак, например, если два байта, то это сколько бит? Шестнадцать. А два в шестнадцатой степени – это вообще-то, а, до шестнадцати тысяч – это уже вполне себе прилично повеличение. Хотите, можно четыре байта. Это уже вообще огромное число, шестьдесят пять тысяч квадратов, да? Это уже совершенно замечательно. Но на доске выписывать эти длинные числа, я говорю, для понятности, я буду в качестве записи числа брать один байт. Что такое один байт? Восемь позиций. Зная, что два восьмой степени – это двести пятьдесят шесть. Скажите, пожалуйста, числа от скольки до скольки вы будете записывать при помощи этих самых восемь бит? И главное, как вы будете отличать, какое из них положительное, а какое из них отрицательное? Но для начала, как вы будете писать число один? Один, один, один. Нет, а что для всего вы возьмите ноль? Ну, как выяснит число один? Ноль, 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 нул strang PET. Семь нулей и единица. Семь нулей? Семь нулей, нуль и единица. Замечательно, ребята. Я совмя абсолютно точно не согласен. Это естественно. Да, абсолютно естественно. Все нолики и одна единичка. Отлично. Как будем писать число 2? 6 нулей. Правильно. Будет, конечно, 6 нулей. Потом единица, потом умножить. Как будем писать число 127? А вот как? И это действительно правильно. Именно так и пишут. А вот теперь вопрос. А как будем писать число минус 1? 0,1, 0,0,0. А нельзя просто поставить первое число 1 и дальше... Ну не число, а первый бит. Первый бит будет нулем. Не нулем, а единицей. Да. А восьмой бит будет единицей. То есть, это будет обозначать обязательное число. То есть, вы считаете, что первый пятик должен у вас обозначать знак? Может быть. Вот так выносите? Ну да. Отлично. Ребята, вот. Давайте я задам такой вопрос. А что будет у вас обозначать? Это будет единица с нулями в космосе. Это будет минус ноль. Представляете, что у нас есть плюс ноль. Это когда записаны все нули подряд. И у нас есть минус ноль. А это же замечательно. Что такое плюс ноль? Это значит, что у человека было, 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 но он все потратил. А что значит минус ноль? Это значит, что он все время был в долгах и наконец-то расплатился. Есть тонкая разница между тем, у кого плюс ноль и у кого минус ноль. Согласны? Мы в математику вводим новое понятие. Бывает плюс ноль. Это как бы хороший человек, у которого ничего нет. А бывает минус ноль. Это, так сказать, вечный должник, но у которого сейчас долгов нет. Это замечательно. Это замечательно. Мы придумываем после этого науку о том, что плюс ноль чуть-чуть больше минус ноль на какую-то непонятную духовную величину. Да, да, да. Вот, ребята. На самом деле, все бы оно замечательно. Все бы оно замечательно. Но давайте мы сейчас кого-нибудь из вас позовем на консультацию о том, как складывают целые числа. У нас есть какой-нибудь знакомый, который там в первом-втором классе учился? Когда-нибудь. Давай. Все, выходи к доске, рассказывай, как... Тут ничего не пиши, а просто произнеси монолог. Как по правилу складывают два целых числа? Тяжело объяснить. Легко объяснить. Есть жесткий алгоритм, его учили в школе. Тишина. Если складывать столбиком, надо сначала сложить все эти же. Нет. Да, не о том. Вы забыли, что числа складывают не так. Все, двойка. Двойка за первый класс. Давай, календарь. Кто у нас все-таки хорошо учился в младшей школе? Главное, первом-втором, я хорошо учился. Кто помнит правила сложения целых чисел? Оно было довольно замысловатое, ребята. Надо просто реально исполнить. Если дали два целых числа... А мы им не там... Ну, а сначала сможет быть 70-е, а потом 70-е, а потом 70-е. Нет. Ни в коем случае. Еще до того, как разбираться с цифрами. Там есть более важная процедура. А, мы его разложили на... Нет. Плюс между 70-е написать? Между ними написать плюс, это замечательно. Но надо еще понять. Когда нам дали два целых числа, С чего начинает школьник? Ну, что это слагаемые, слагаемые. Правильно. Он их называет слагаемыми и должен определить, что... Сумку. Нет. Когда нам дали любые два целых числа, что надо сделать? Что это слагаемые. Да, еще. Да. А понять здесь какие единицы... Не то. А определить разряды... Громче. А определить разряды... Разряды... У нас их 8 штук, у нас их удобно. Они все состоят из 8 битиков. У нас все хорошо. Понять сколько больше? А зачем понять, какое число больше? Чтобы с него начать сход. Не то. Да. Давайте разница. Да. А если чего положительные... Молодец. А понять сначала, с каким знаком эти числа. Ребята, есть огромная разница, складывать положительные числа или складывать отрицательные. Вспомните, пожалуйста, с чего начинается школьное правило. Оно звучит так. Сумма двух положительных чисел... Какая? Положительная. Положительная. И, соответственно, нужно после этого уже написать знак. То есть, если у вас вот эти вот самые крайние разряды... Складываем два числа. Одно записано какими-то разрядами, другое тоже записано какими-то разрядами. Так вот, первое, что нужно сделать, это посмотреть на вот эти разряды. Если они в оба нолики, то ответ будет там тоже нолик. Это будет положительный ответ. Если они оба единицы, то в ответе тоже будет что? Молодец. Тоже единица. А вот дальше, после того, как вы это определили, вы уже складываете их, начиная с последнего разряда, по известному правилу. 0 плюс 0 это 0, 0 плюс 1 это 1, 1 плюс 0 это 1, 1 плюс 1 это 0, минус следующий разряд. А когда перенос следующий разряд, то надо помнить, что когда 3 единицы, пишем 1 и перенос следующий разряд. А когда 2 единицы, море, перенос следующий разряд. Когда только 3 единицы, то пишем 1 и нет переноса. Когда 0 и пишем 1. Так, это вспомнили? Вспомнили. А дальше начинается еще интереснее. Если знания разные, то что надо сделать? Поставить минус. Нет. Что? Да. Молодец. Если знаки разные, то вы не можете сразу начинать действия. Вы должны обязательно не просто так делать, а вы должны поставить их в правильный порядок. Вы должны выяснить, какое из этих чисел больше. Понятно логика, да? Вы должны выяснить, какое из этих чисел больше. После этого из большего числа вычесть меньшее и написать в ответе знак большего числа. Нет. Там же не большего числа, и не большего числа, сколько более. Ну, я и говорю, да. Совершенно верно. Именно об этом я и говорю. Получается, что сложение двух чисел это довольно хитрая логическая операция. То есть вы не можете, понимаете, в чем дело. В конечном счете, все в компьютере, это некоторая электрическая схема. Получается, что когда у вас есть два числа, даже они состоят из восьми битиков. Перед тем, как писать ответ, вы должны сделать очень такую долгую операцию по разбору. А именно, если первые два битика нули, то надо писать ноль и запускать все это дело на сложение. Если они оба единицы, то надо писать в ответ один и запускать их тоже туда же на сложение. А вот если они разные, то надо сравнить эти числа и они по себе вполне себе работают. Помните, начиная со старших разрядов. Правильно? Со старших разрядов. Если старшие разряды одинаковые, то переходим к следующему разряду, к более младшему. В какой-то момент разряды не совпадут. Если совпадут везде, то сейчас так уж сравним. Если же они не совпадут в какой-то момент, то тот, который больше, то число и есть больше. Ребята, если бы сложение так делалось, то компьютер бы работал в несколько раз медленнее, чем они работают сейчас. Просто вот на этом одном сложении мы потеряли бы кучу времени. На самом деле, сложение чисел делает все гораздо легче, гораздо красивее. И записываются числа не так. Минус единицу пишут не так, как вот в этой саде. Ребята, и вот это число, это вовсе не минус 0. А это на самом деле что-то совсем другое. Единица с кучей нулей, вот интересно, что это такое? 128. Что? Это 128. 128? Да. Нет. А вот там же нет. Дело в том, что идея, идея, что старший разряд показывает знак, она действительно хороша. Очень удобно смотреть на старший разряд и понимать это число положительное или отрицательное. Ребята, идея, что 0 будем записывать всеми нулями, очень хорошая. И вот это и будет у нас вот этот плюс 0. А никакого минус 0 у нас не будет. А вот дальше замечательная, совершенная идея. Совершенно замечательная программистская идея. Потому что вы тут целое занятие посвятили эту, выписывали всевозможные примеры, считали.